Итак, добрый день! Мы сегодня с вами строим базовые вент-каналы для нашего домика. Почему именно базовые? Потому что систему вентиляции на самом деле нужно проделывать отдельно. Мы сейчас с вами учимся, просто необходимо, если построить базовый вент-канал для нашего дома. На примере мы с вами будем выполнять построение вент-канала для ванны, кухни и санузла. Итак, вспоминаю свой проект домика, у меня располагается, получается, ванна на втором этаже, кухня-гостиная на первом, и санузел тоже на первом этаже. Все вроде бы предельно просто. Как строится у нас вент-канал? Во-первых, что необходимо знать. Для нашего помещения на первом этаже вент-канал начинается строиться с плана второго этажа. То есть, по факту, если у вас на первом этаже, вот в нашем домике, располагается какое-либо помещение, которому необходим вент-канал, его моделирование начинается с плана второго этажа. Если у вас дом мансардный, с мансардной крышей, вент-канал для помещений второго этажа, начинаются с плана второго этажа. Если дом двухэтажный, с чердаком, вам необходимо обустроить канал для помещений второго этажа. Здание всего двухэтажное, выше только чердак. Проектирование вент-канала начинается с чердачного помещения. И уже дальше. Мы будем устраивать самоточные вент-каналы для основных трех помещений. Итак, приступаем. В первую очередь, что нам с вами необходимо? Я помню, что у меня помещение... Да, основное еще. Нельзя строить два объединенных вент-канала, то есть, по одной трубе нельзя, чтобы у нас воздух выходил из ванны, либо санузла с кухней. Объединять санузел и ванну можно в один вент-канал, но вот кухню и санузел объединять нам нельзя. Итак, смотрю по плану. У нас с вами на первом этаже располагается санузел и кухня гостиная. Размер здесь удалю, он пока не нужен. На втором этаже располагается у меня ванна в этой части здания. Итак, что я делаю? Для помещений моего второго этажа, ой, для помещений первого этажа я начинаю строить вент-каналы с плана первого моего этажа и буду проверять соответствующую привязку. Как начинается у нас с вами построение? Мы переходим во вкладку архитектура, стена архитектурная. Стену, какую мы с вами выбираем по материалу, у нас с вами, так как материал самого вент-канала неизвестен, он необычно сборный, стыкуется стык в стык, мы с вами будем использовать просто материал чистый, без штриховки, без текстуры. Какой он будет, в дальнейшем уже можно, какой купите, либо который будет у вас по желанию заказчика. Материалы для вент-канала, в отличие от трубопроводов, тех же самых для каминов, очень разнообразны, поэтому здесь проблем никаких у вас не возникнет. Что мы с вами делаем? В первую очередь, заходим в «Изменить тип любой стенки, с которой вы работаете», нам без разницы. Создаем новую стенку через вкладку «Копировать» и задаем ей название. Вент-канал. Вент-канал. Окей. Захожу в структуру своей стены. Ставлю в первую очередь толщину моего основного материала. 80 мм. Дальше. Захожу в материал нашего вент-канала. Захожу в материал моего вент-канала. Сейчас он у меня прогрузится. Я могу использовать любой материал на данный момент и по названию, и по фактуре, которые вам понравятся. Лучше всего задействовать те материалы, у которых присутствует вот такой серый кружок пустотельный. Потому что этот материал без текстуры. То есть, по факту, он до конца у нас с вами не настроен. Я выберу любой, который мне подойдет. Пускай будет вот стена по умолчанию. Вы можете использовать любой. Основное, что необходимо проверить, это в первую очередь штриховка. Задний и передний план. У вас нигде штриховок нет. Напоминаю, как сделать так, чтобы у нас было без образца разреза по штриховке. На любую штриховку нажать левой клавишей мыши по самой картинке. В различных версиях они могут отличаться. Но если либо есть функция без образца в выборе штриховок, либо она располагается в левом нижнем углу. Обычно там, где у меня сейчас изменить образец заливки. Там есть функция просто без образца. В более ранних версиях она именно так была. В 20 версии, в которой я работаю, у меня сразу же есть возможность выбора в самих штриховках функции без образца. Итак, либо в штриховках без образца, либо в правом нижнем углу у меня есть возможность нажать галочку без образца. То есть, чтобы у нас не было штриховки. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Окей. Окей. Дальше, что мне необходимо проверить. Привязка. Я нахожусь на плане второго этажа. Я по высоте делаю вент-канал неприсоединенным по умолчанию. Мне он не нужно, чтобы присоединялся, потому что мы его с вами еще будем учиться подрезать. А конкретно? Ставлю пока высоту 12 метров, так как у нас с вами 12 тысяч. 12 тысяч и 12 метров. Так как мы с вами не знаем еще высоту нашего домика, лучше его сначала сделать большим, а потом уже с ним будем разбираться в отдельности. Привязка. Мне сейчас без разницы, которую вы можете выбрать внутреннюю и наружную поверхность, чистовая либо осевая линия. Главное сделать контур основной нашего вент-канала. Я оставлю чистовую поверхность наружную. Дальше, что я делаю? Линейным построением, рядышком со своим домиком, моделирую свой вент-канал 300 на 400 миллиметров, чтобы 400 миллиметров получилась его толщина, и при необходимости, чтобы я мог его встраивать в стену. Вспоминаем, я стену использовал из газобетона стандартного, а не 400 миллиметров. Соответственно, ширина моего вент-канала будет 400 миллиметров. И начинаю вбивать. Поставил первую точку зависимости. Еще раз проделаю ту же самую функцию. Стена архитектурная. В пустом месте нажимаю один раз левой клавиши мыши, вот ими начинает строиться моя стеночка. Тяну ее вертикально вверх на высоту 300 миллиметров. Enter. Дальше, при чистовой поверхности привязки, тяну ее в правую часть 400. Тяну вниз также 300 миллиметров. И замыкаем. Проверяю линейкой, на всякий случай, правильно ли я измерил. 300 и 400 миллиметров. Это стандартный габарит вент-канала. Можете сделать его большим, особенно те, кто делает вент-канал для своего домика, для собственного развития. Я построил первый вент-канал. Как он у нас с вами встраивается в наш объект? В первую очередь, я выделяю все элементы своего вент-канала, также на плане этажа, никуда не переходя, пока мне безразлично. И воспользуюсь функцией создать сборку. Три квадратика, ближе к центру нашего экрана, функция создать сборку нашего вент-канала. Создать сборку. Называю имя типа вент-канал вент-канал. Соглашаюсь с выполнением данного действия. По факту сейчас я их объединил в замкнутый контур. Вот, а теперь могу их двигать все вместе. И при помощи функции перенести, и с зажатой левой клавишей мыши. Советую все элементы при построении, когда вы, я просто у своих студентов это уже заметил, кто двигает стенки, просто зажатой левой клавишей мыши. Вы точно попасть не можете. В итоге, когда я приближаю при проверке ваших проектов, оказывается то, что стенка лежит не на нашей оси. То есть вот этот маркер у нас с вами смещен. Итак, вот мой вент-канал. На плане второго этажа я его строил для помещений первого этажа. Напоминаю о том, что для помещений, располагающихся на первом этаже, я строил вент-канал на втором. Для помещений второго этажа, если мансарда, начиная его строительство со второго этажа. Если у вас чердак, здание двухэтажное, то с плана вашего чердака. Итак, я воспользуюсь функцией перенести и пристыкую его сначала для моей кухни, которая располагается снизу, в уголочек своей стены. Или я мог встроить его на самом деле в стену, пока я этим заниматься не буду. Я его замоделировал. Дальше что? Вот он у меня выступает из моего объекта. Что я делаю далее? В первую очередь, мне нужно подрезать мой вент-канал, чтобы он выполнял полностью свои функции. А у нас есть три градации для подрезки вент-каналов. Они нормативны. В первую очередь, вот эта часть нашей крыши, где сходится в основном самая высокая часть нашей крыши, называется коньком нашей крыши. И высота нашего вент-канала напрямую зависит от конька нашей крыши. Если он располагается на расстоянии до полутора метров от нашей крыши, то мы его, от конька крыши, мы его должны поднять на 500 миллиметров выше конька нашей крыши. Если он располагается на расстоянии от полутора до трех метров от конька нашей крыши, он идет вровень по высоте с коньком нашей крыши. Если он у нас с вами располагается на отметке свыше трех метров, мы его подрезаем под углом в 10 градусов. А теперь давайте проделаем соответствующую операцию. Нам с вами необходимо определить расстояние до нашего вент-канала. И все три способа я рассматриваю. Потом буду уже прорезать отверстие для нашего вент-канала в перекрытии. И в крыше соответственно. Что я проделаю теперь? Я выберу необходимый мне фасад. В диспетчере проекта в два раза нажимаю левые клавиши мыши по нашим фасадам. Подбираю тот, с которого я вижу и конек крыши, и свой вент-канал. Мне подойдет в данном случае для двухскатной крыши и северный и южный фасад. Что я проделаю далее? Ну, во-первых, воспользуюсь линейкой. Есть два возможных метода. При измерении угла при помощи линиями модели и при помощи линейки. Посложнее линейкой, проще и подольше линиями модели. Проделаю их оба и покажу. Воспользуюсь линейкой. Поставлю первую точку на конеке своего вент-канала, нажимая левые клавиши мыши. Откладываю под углом 170 градусов. В данном случае они будут 170. Расстояние до моего вент-канала. Сразу же нажимаю в получившиеся базовые точки еще раз левую клавишу мыши. И измеряю расстояние снизу. В данном случае это 4,42. Сейчас еще раз перепроверю, чтобы по правильным углам было. 4,42. Вот оно получилось расстояние. 4,42. Запишу для себя, чтобы потом проверить. 4,42. 4,42. В дальнейшем я редактирую сборку своего вент-канала. Это подсвечиваю вент-канал. Сверху функция редактирует сборку. И теперь выделяю свой вент-канал. И, соответственно, ставлю у него показатель. Не неприсоединенный. А в данном случае он у меня от второго этажа на высоту 12 метров вверх идет. Я измерил уже расстояние от конька моей крыши. И мне необходимо здесь поставить 4,42. Проверяю еще раз линейкой. Под углом плюс-минус 10 градусов и сколько-то минут. Мне уже пока без разницы. Этого достаточно, чтобы он хотя бы максимально приближенно был к 170. Как сделать более точно? Откатываюсь назад. Ctrl-Z. У нас во вкладке архитектура есть функция построения линии модели. Появляется после нажатия. Я нажимаю функцию построения линии модели. Появляется возможность сначала выбрать плоскость, относительно которой мы с вами моделируем. Я оставляю галочку на функцию выбрать плоскость. Нажимаю ОК. И нажимаю на стенку, на которую я смотрю, получается с торца на свой объект. Ставлю точку базовую на коньке. Откладываю прямую линию. Ставлю еще одну точку и под углом тоже 170 градусов откладываю. От нее просто удобнее измерять. Теперь от получившегося значения могу спокойно линейкой измерить расстояние. Возможно, сейчас оно будет немного отличаться. И смотрю, чтобы у меня было ровно 90 градусов. 4,40. У меня было 4,42. Ничего страшного в этом нет. 4,40. Снова редактирую сборку. Выделяю зажатой левой клавишей мыши все стены вент-канала. И ставлю высоту 4,40. Я вижу, что по линиями детализации я попал в угол 10 градусов. И нажимаю зеленую галочку, соглашаюсь с редактированием нашей сборки. Таким образом, линии детализации не забудьте удалить. Иначе они в трехмерном виде у вас тоже останутся. Поэтому подсвечиваем их и удаляем. Так у нас строится вент-канал для одного помещения. В данном случае это для кухни, которая располагается на плане первого этажа. Она доходит до моего, соответственно, плана второго этажа. Что я делаю теперь? Ну, во-первых, редактировать сборку моего вент-канала. Проделаю все остальные моменты. Выделяю вент-канал, снова ставлю 12 метров. Вот он снова вернулся к первоначальной нашему габариту. Я передвину вент-канал на расстояние до полутора метров. Это просто произвольно, это уже не для самого объекта. Я просто его передвинул. Здесь измерю ориентировочно. Да, должен попасть. Смотрю с моего фасада. Южного, либо западного, без разницы. Измеряю расстояние линейкой. Я вижу то, что у меня от моего вент-канала до конька крыши расстояние до трех метров. От полутора до трех. Соответственно, он должен идти вровень с моим коньком. Что я должен сделать? Измерить расстояние от конька до уровня. В данном случае второго. Потому что я вент-канал строю с второго моего этажа. Со второго этажа. Получается 4674. Нажимаю на вент-канал. Редактировать сборку. Выделяю вент-канал. Ставлю 4674, насколько я помню. Проверяю визуально. На прямой линии они находятся или нет. Да, там погрешность 1-2 мм. Ничего страшного в этом нет. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Таким образом у меня получился вент-канал вровень с моим вент-каналом. Ой, с моим коньком крыши. Далее что я сделаю? Приближу вент-канал на расстояние до полутора метров. По факту он сейчас мешает открыться даже дверь. Я помню это. Снова перехожу на фасад. И что мне необходимо сделать? На любой фасад, который мне подходит. Это северный или южный, напоминаю. Мне подходит и северный и южный. Ну, в моем случае подходит северный и южный. Ваш, но может быть другой. Что я делаю теперь? Теперь мне необходимо вент-канал поднять на 500 миллиметров относительно моего конька крыши. Что мне необходимо сделать? Это измерить расстояние, ну, во-первых, до моего вент-канала. Я вижу то, что он попадает в промежуток до полутора метров. Измеряю расстояние от конька крыши по прямой под 90 градусов до отметки моего пола 4674 и прибавляю к нему 500 миллиметров. А конкретно 4674 плюс 5174. Скопирую это значение. Ctrl-C. Нажимаю на свой вент-канал, будь он у вас там 12 метров до сих пор. Редактирую сборку, выделяю все стенки зажатой левой клавиши мыши, все стены моего вент-канала. И ставлю получившееся значение 5174. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Ок. Таким образом у нас с вами выбирается высота нашего вент-канала стандартного базового. Напоминаю, по факту вентиляция проецируется немного по-другому. Это стандартные вент-каналы, которые необходимы для основных помещений. Это ванна, санузел и кухня. Что я делаю теперь? Теперь мы с вами прорежем необходимые вент-каналы, как они должны выглядеть и в плане кровли, и в плане нашего перекрытия. В перекрытии тоже должны быть дырки для нашей системы вентиляции. А конкретно я сейчас для начала восстановлю исходный вид моего вент-канала. Пристыкую его снова к стенке. Пристыкую его к стене. Вот таким вот образом. И восстановлю его высоту. Ту, которую мы с вами уже определили. А это 4, 4. Вот таким вот образом. Что я проделаю сначала? Нажимаю на свою крышу, функция редактировать проекцию моей крыши. Перехожу на план моего этажа, в данном случае второго, и рисую контур своего вент-канала. Прямо в редактировании эскиза моей крыши. Еще раз, что я проделал? Откажусь от изменений. Выделил крышу, нажал редактировать проекцию. Дальше, перехожу двойным нажатием левой клавиши мыши по плану необходимого этажа. В панели рисования выбираю прямоугольник сразу же, либо потом в дальнейшем могу. У меня появляется галочка формирования уклона. Мне она не нужна. Вы можете ее нажать сейчас, а можете нажать, когда уже построили. По контуру нашего вент-канала. Просто прямоугольничек. Выделяю данные линии и отключу здесь формирование уклона. Она находится либо в панели свойств, либо под лентой, вне зависимости от версии нашего программного комплекса. Соглашусь с выполнением данного действия. Смотрю, как у меня выглядит мой вент-канал. Вот он у меня. Сейчас скрою его. Через временное скрытие изоляции прорезалась дырка для моего вент-канала. Это в крыше. Теперь, как она делается в перекрытии? Для этого мне с вами необходимо найти сначала то перекрытие, с которым я буду работать. А конкретно я выделю элементы плана второго этажа, воспользуясь временным скрытием изоляции. Скрыть элементы. На самом деле можно было поступить еще быстрее. Выделить необходимые элементы, в данном случае фундамент, и изолировать категорию, чтобы у меня остались чистости на перекрытии. Нажать на моего перекрытия, редактировать границу. И восстановить исходный вид. Я все равно останусь в редактировании эскиза своего перекрытия. Перехожу на план моего второго этажа. И в перекрытии мы с вами должны обязательно учитывать, чтобы винт-канал не провалился вниз. Прорезка нашего винт-канала осуществляется по внутренней его грани. А конкретно этот прямоугольник будет лежать по внутренней грани нашего винт-канала, чтобы чисто сделать бирку для воздуха. А сам винт-канал, чтобы остался опираться на наши стены. Соглашусь с выполнением данного действия. Снова присоединить, не присоединять наши стены. И теперь посмотрю. Скрою элементы основные, которые мне не нужны. В данном случае стены мне пускай будут не нужны. Стены. Скрыть элемент. И изолирую выбранные элементы. Вент-канал, перекрытие и фундамент. Изолировать элементы. Посмотрю. Вот мой вент-канал опирается на перекрытие. И сниже я вижу то, что у меня дырка для моего вент-канала, отверстие для вент-канала, идет именно по внутренней его грани, чтобы вент-канал у меня остался опираться на мое перекрытие. Вроде бы ничего сложного в этом нет. Восстанавливаю исходный вид. Для тех, у кого плоская эксплуатируемая крыша, вам необходимо от вашего парапета поднять вент-канал на 500 мм. На примере того, что мы с вами делали. То есть, просто от парапета поднять вент-канал на 500 мм от вашего парапета на высоту. Если у вас мало ли, вент-каналы будут выходить из плоских ваших крыш. Что нам нужно знать еще для наших вент-каналов? Это мы с вами сделали только один. Для нашей помещения кухни. Что нам нужно сделать еще? Я помню, что у меня здесь располагаются одновременно еще и ванны. А здесь у меня располагается санузел на плане моего первого этажа. По факту я должен сделать такие же вент-каналы. Я могу копировать сборку. Здесь будет он за перегородкой. И рядышком с вент-каналом моей кухни будет располагаться вент-канал для моего помещения ванной кухни санузла. Я мог его переместить на самом деле для красоты и для простоты в другой угол. Чтобы он у меня располагался в той части моего объекта. Но так как высота у них одинаковая, разница только откуда они должны начинаться, мне даже ничего уже корректировать не нужно. У меня будут выглядеть они вот таким немного страшным образом, пока они у нас не объединены. У нас не сделана система вентиляции. Это только первоначальное построение, как вообще делается вент-канал. По его примеру также делаются и дымоходы. В дальнейшем вы будете учиться делать инженерные сети и уже делать системы отопления и вентиляции, которые должны идти в нормальном виде, сходиться в единые потоки и так далее и тому подобное. Пока это только базовые элементы. У нас на сегодня все. Вы знаете, что нужно делать и скоро будут новые, соответственно, записи. Для моих студентов еще скоро появятся лекции. В ближайшие несколько дней. Всем спасибо, что были тут. Еще увидимся.